Телеканал КРТ представляет. Ты думаешь, что там за масочки? Вин воно воно? Пары, что не створятся по гендерному равенству? Нормально, что не можешь, потому что глазки-то накрасила или накрасила, и пишет, что вы. Зрительный контакт есть, и все, и социальная дистанция. А не подобаются, кто строит, и все. И ты не шел. Не, ну встреча вслепую. Ну вообще-то суббота, разве как бы... Мы же можем про коронавирус. Я пропоную до 12-го числа, если уже нам сказали в валютных местах ходить в масках, то делать так, чтобы хотя бы было... Особенно по субботе. Чтобы было все смешно, потому что маску не написано, как носить. У меня медичная маска есть, я здоровый, не кашляю, мне не 65. Ты уже как все эти топы, скажем так, юристы решил поддеть. А кстати, и так можно... Смотрите, это такая шабатная маска. Конечно. И так можно прямо сразу в синагогу. Я думаю, что ты задаешь тренды, и все наши дизайнеры в своих показах просто поменяют... Продашь концепцию Дубинскому за большие деньги. Нет, там есть разные варианты носения этой маски. Ого! Ну не эти есть разные. Не, можно вообще на плечо, вот так. Я просто помню, просто... Это дружинник уже какой-то будет. Не-не-не, если маска будет совсем меньше, и совсем там меньше будет... Ну все, дружинники. Вот я же говорю, вот... Это уже какая-то маркировка свой чужой. Да, а мы же помнятаем еще маркировки Третьей Рейха, да? Там на масках. Так жовти. Дружинник можно написать. Снайпер. Нет, так самое главное, потому что действительно, Антон, я согласен, не написано в постановлении, как носить эти маски. Раньше были, как в Париже, желтые жилеты, сейчас будут желтые маски. Круто. Да, кстати. Одна зная. Желтые повязки. А были же в истории? А если они будут еще с китоотражателями? В Китае. То вообще будет классно. Просто необходимо. А можно действительно ее сюда вот, например, лепить? Вы можете смеяться, нам мог еще два года носить. Поэтому мы уже придумаем во всех вариантах, как их... А Шумагаль же тоже не сказал. Их прав-то, че не прав-то. Но два рока вы будете в масках. В одной и той же, че нет? Если ты ведешь корпоратив, очень удобно вставил, и ты уже нарядный. Все нормально? Да, нормально. А в случае чего, если подходят тебе дружинники, ты такой вытягиваешь маску? Хоп, и у тебя всегда соус. А у меня маска? Они и такие раз, а я дружинник. Ты тоже. Да. Чего не отнимать нашему народу, так это, конечно же, из обязательности. А вот действительно, почему все-таки они не разрешили посещать музеи и библиотеки? Ты очень хотел? Я собирался. Потому что библиотеки отцифрованы. Тебе какое? Ночное отделение, да? Ночное отделение? Ночь в музей, ночь в музей. Нет, я просто думаю, что мы действительно увидели бы колоссальное, ну скажем, бум просто открытие новых музеев. То есть вот бывшие кафе, рестораны и так далее превращались бы в музеи и библиотеки. Музей шиномонтажа. Ну, кстати. Музей Toyota Motors. Да, да. Музей автосаммит на столичке. Это все не реклама. Не реклама. Хотя могла быть, здесь могла быть ваша реклама. Кстати, это такая, знаешь, в начале экспозиция, а потом такая маленькая там какие-то доп. услуги. Да. Библиотека «Розовый носорог». Да. Парни идут читать книжки. И там библиотека. И там одна книжка. Одна книжка. Саша просто не разумеет. Я просто вообще, да, как бы, смотрю, как вы хорошо проводите время на карантине. Удачи! Удачи!